В России идет реализация масштабных инвестиционных проектов. Они призваны обеспечить заметный рывок в развитии страны в различных отраслях, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Беспрецедентные суммы запланированы на дорожное строительство, реконструкцию аэропортов, крупных транспортных узлов, объектов социальной и культурной сферы. Совершенно очевидно, что для реализации столь крупной федеральной программы потребуется не один десяток тысяч рабочих рук. Специалистов самых разных профессий, особенно большие финансовые вложения, планируются в столичном регионе, а также в городах-миллионниках. В связи с чем поближе к этим локациям начнется переселение большого количества рабочих. Но, как известно, если где-то прибывает, то в другом месте убывает. А потому не нужно быть правительством, чтобы предсказать, что такая значительная трудовая миграция из периферийных регионов еще более осложнит там и без того крайне сложную ситуацию с трудовыми ресурсами. Не обойдет эта проблема и Тверской регион. Об этой ситуации наш специальный репортаж. Регионам сегодня, как воздух, нужны качественные трудовые ресурсы. От того, кто ими себя обеспечит, напрямую зависит, кто будет, что называется, на коне. Такой вывод можно сделать, исходя из недавнего заявления столичного мэра Сергея Собянина, побывавшего с рабочей поездкой на одной из стройплощадок Москвы. И все бы ничего, вот только некоторых экспертов слова столичного городоначальника заставили, что называется, напрячься. В частности, больше всего вопросов вызвал тезис о привлечении рабочей силы из других, соседних регионов. В замену на странные рабочие силы, так называемых мигрантов, столичные власти предлагают перетягивать кадровые ресурсы у соседей. Москва и прежде традиционно была, что называется, местом притяжения для тех, кто стремится к более обеспеченной, комфортной и благополучной жизни. И надо заметить, что с каждым годом при устройстве на работу люди все больше требований предъявляют не только к уровню зарплаты, но и к инфраструктуре в местах своего проживания, которая могла бы обеспечить им достойное качество жизни. К поликлиникам, точкам общепита, магазинам недалеко от дома, наличию туристических, культурных и спортивных центров. И, конечно, мегаполисы имеют больше возможностей удовлетворить данные запросы, а вместе с ними предложить в разы больше вакансий для трудоустройства, чем малые города. Сегодня отток иммиграции квалифицированных кадров в столичные регионы стала проблемой большинства субъектов нашей страны. Тверская область здесь не только не исключение, но и в силу своей близости к столице наиболее страдающий от этой проблемы регион. И это вдобавок к имеющейся серьёзной демографической проблеме в Тверской области. Мы очень серьёзно сейчас испытываем недостаток в кадрах. Причём различных категорий персонала, начиная от квалифицированных рабочих и заканчивая специалистами. Безусловно, отток в наши соседние регионы, более привлекательные по уровню заработной платы, он, конечно, присутствует. По данным Тверстата, основными регионами, оттягивающими трудовые ресурсы из Тверской области, традиционно являются город Москва и Московская область. Численность тверских жителей, выбывших в эти два субъекта Российской Федерации, в 2020 году составила по меньшей мере 8,5 тысяч человек. И этот тренд не останавливается. Ещё больше кадров уехало из Верхневолжья за последние годы. Зачастую это высококвалифицированные, высокооплачиваемые специалисты. Что, в свою очередь, сильно обострило проблему нехватки узких специалистов во многих отраслях. К числу наиболее остро востребованных специальностей в нашем регионе эксперты Центра занятости в настоящее время относят следующие профессии. В этом году значительное количество вакансий были заявлены от предприятий промышленности, обработки. Большинство вакансий подавали наша полиграфическая отрасль, полиграф комбинат детской литературы. Швейное производство, фабрика «Морозовская традиция» очень активно сотрудничала в поиске кандидатов. Заводский мясокомбинат подавал большое количество вакансий. Производство хлеба, заохлеб. Понятно, что у такой непростой проблемы, как многолетний массовый отток кадров из региона, может быть только комплексное решение, состоящее из разнообразных, но взаимоувязанных мер. Например, переобучение имеющихся специалистов на более востребованные профессии и профориентация тех, кто пока еще только проходит обучение в школах, средних и высших учебных заведениях. Для этого сегодня идет налаживание связей между производствами и учебными заведениями. Этому процессу уделяют внимание и в руководстве региона. На недавнем заседании в региональном правительстве был утвержден механизм реализации в Тверской области задач, поставленных в госпрограмме «Содействие занятости населения Тверской области» на 2021-2026 год. Ключевыми задачами на шестилетний период является развитие профессионального образования и подготовки кадров, ориентированных на потребности региональной экономики. Нам важно активизировать работу по профессиональной ориентации школьников, в трудоустройство молодых специалистов, кадровому обеспечению предприятий и реализации инвестиционных проектов. Для решения кадровой проблемы в регионах, по словам экспертов, необходимо учитывать многие факторы. В том числе уровень зарплат. В той же Москве зарплата, как известно, несопоставимо выше, чем в Твери и в области. При том, что наш город всего в часе езды от столицы. Опыт экономически благополучных стран говорит о недопустимости такого диспаритета. Например, в Германии разница в уровне зарплат по разным регионам не может превышать 7%. Другим важным фактором является демографическая яма 90-х годов. Также немаловажная причина, по которой производства испытывают недобор рабочей силы, эксперты считают почти полное отсутствие популяризации рабочих профессий. Сегодня почти утрачены традиции трудовых династий. Они не поощряются работодателями, не воспеваются в средствах массовой информации, не пропагандируются в обществе. Где он? Человек труда. Ударник стахановец, доярка, рекордсменка по надоям, комбайнеры и лучшие представители других рабочих профессий. Куда подевался, в конце концов, институт наставничества. Ведь передача опыта от старшего поколения младшему – это неотъемлемая часть здорового трудового процесса. Привет! Ну вот, товарищи, прибыла к нам на практику молодая смена. Группа учащихся в ПТУ. Проходите, ребята, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Да не забывайте, что в гостях. Ой, это у нас Борщов. Здравствуйте. Привет. А так, в основном, народ у нас хороший. Так, сейчас я вас рассортирую по участкам. И наши слесаря научат вас практически тому, что вы изучали что? Теоретически. И если институт наставничества в наше время практически исчез, то профориентация в учебных заведениях еще играет роль в образовательном процессе и в подготовке молодых кадров. К примеру, много внимания профессиональной ориентации школьников и студентов уделяется в Тверском государственном техническом университете. Здесь проводятся различные мастер-классы, конкурсы и обучающие семинары. Мы проводим несколько таких профориентационных конкурсов. Совсем недавно прошел в нашем ВУЗе конкурс «Макаронный строитель», где ребята, обучающиеся на инженерно-строительном факультете, применяя навыки по сопромату, знания по проектированию различных сооружений, строили из макарон и архитектурного пластилина мосты, башни, другие конструкции. И, собственно, они испытывали эти конструкции на прочность, на долговечность. Однако строительство из макароны, работа на настоящей стройке – это, очевидно, не одно и то же. Уже много говорилось о большом разрыве между теорией, преподаваемой в учебных заведениях, и практикой на реальных производствах с новыми технологиями, о которых нередко новоиспеченные молодые специалисты даже не слышали за студенческой скамьёй. Что ж, как видим в этом репортаже, вопросов пока прозвучало больше, чем ответов на них. Это и понятно. Затронутая тема настолько сложна и обширна, что однозначного и краткого ответа тут попросту не может быть. Она требует глубокой экспертной проработки. И в ближайшее время ей будет посвящен специальный выпуск программы «Де-факто» на нашем телеканале. Продолжение следует...